Достаточно часто встречается, и тогда это было на пике популярности, поэтому я как основную тематику выбрала именно те мемы. А ты, Алекс, как ты живешь? Как я живу. Как ты живешь? Как все люди. Ну как? Ты живешь сегодняшним днем или ты оставляешь все на завтра? Нет, сегодняшним. У мамы есть такой принцип, не оставляй на завтра то, что можно вообще не делать. Да, точно, вот наконец-то я ее увидела, потому что это нельзя было не показывать, и как наш зритель там еще находится. Молодец. Участвующий зритель. Да, участник за ширмой, это, так сказать, наш туз в руках. Сумлен, а вдруг я что-то забуду, а за ее первое любимое подскажет. Нет, для меня это был шок, это просто... Ребята, а что вы не любите? Я случайно на него наткнулась. А можно поближе, потому что прямо под лапой? Я случайно наткнулась на этот ролик. Причем я смотрю, боже мой, Надя... Мой рабочий стол. Мой рабочий стол, моя Надя. И вдруг я ее открываю совершенно в другом каком, в другой ипостаси. То есть не как свою дочь, да? Свою там, свою часть, да? И вот он, Надя, ты не хочешь мне ничего сказать? Надя же думает, какое оттенание произошло, что за землетрясение, что у меня случилось? А пока все сблизится, когда мама говорит, Надя! Хорошо поставленным голосом, да? Я не знала, как на это реагировать. Мне безумно понравилось то, что она сделала. Но во мне боролась мама. И боролась, и боролась просто... И боролась теща! А мама... Возможно... Да, совершенно верно. Я думала, боже мой, е-мое, что же это такое? Что же это за принц такой на белом коне, который ел при палке никак не может? Даже девочка ради него сделала ролик. И он там все, так сказать... Он еще выпьет... Выпьет в водах. Но потом, когда Надя как-то разродилась, слава богу, только этим роликом, на этом поставила, взяла, что она там взяла, приз получила и так далее. И вот, и все, закончилось это замечательно, спокойно, дети не разошлись. А я еще более по-разведчески подхожу ко всему. Я сначала увидела, что он играет серьезно. И записалась сама на этот War Thunder, зарегистрировалась. Но, естественно, мне это надоело, я не могла никак. Да, как мама в одноклассниках. Но зато я следила за каждым боем, потому что их выставляют на ютубе. И я заходила, а я делаю, что вообще ничего не знаю. И ничего, ничего. А он... Что? А здесь... А он говорит, у меня бой. А я знаю прекрасно, что у него будет. У меня тренировка. Я все знаю. Я говорю, да? Ну, не знаю. Я просто не знала, что ты знала. Ты не знал, да. Я знаю, что ты не знала. Я же умею хранить секреты. Но если проболтаюсь, то он надолго и всем. Он мне говорит, мама, ну зачем, зачем ты всем это сказала? Я говорю, Алексей, пойми, пожалуйста, что люди идут выигрывать чемпионат какой-то. Не для того, чтобы прятать медали, диплом под подушку, а для того, чтобы делиться с другими людьми. Это не только тебя хвалит. Ты показываешь, что. Любой может играть в вартандер. Вартандер. Я даже не могу поверить. Я уже напечатала так четко, да? На бумажечке, что мне дай бог мне их окрасно. Не ошибаюсь. И опять у меня вартандер этот. Да. А еще ему говорят, поздравляем вас с чем? Как? Али? Вартендер. А, ну да. Тендервар. Тендервар. Господи, как твой фильм оборвал, оборвал. Когда нет, я говорю, я пытался не смеяться. По большому счету, конечно, ему очень приятно, что все звонят. Им приятно это внимание. Он просыпается и... Что, сегодня не будет никакого телевидения? Ничего, что-то... Какой-то странный день сегодня. Мы так фарказмом. Людям безумно понравилось. Я вижу вот реакцию людей, да, на то, что происходит в вашей семье. И то, что у Алекса такая победа, да. И как вы свое сердце на тарелочке своему сыну каждый день дарите. И, конечно, для людей это просто... Это пример всего. И это вообще просто просто нет... Он пробовал, он пробовал меня навести на идею, что типа о нем говорят, потому что он болен. Дорогой мой, о тебе говорят, потому что ты победил. Победил. Сделал их всех. Вот что важно. Я же тоже побеждала в свое время. И сейчас еще... Раскапывала. Да. Потому что я любила брать только самые высокие места. Для меня второе место это проигрыш. Так меня тоже учуешь. Второе место... Это мой руководитель. Я когда-то работала в команде Владимира Андреевича Моложена. Совершенно бесподобный человек. И когда к нему приходила, говорю, вот там где-то участвовали. Владимир Андреевич, вы заняли первое место. Он тут посмотрит. А ты на какое место вообще рассчитывала? Другого места для нас не существует. Или первое, или никакое. Это было всегда вот таким вот уроком. Первое или никакое. У меня все это... Алекс к нам пришло от бабушки. От Нины Герасимовны, чтобы ты знал. Я приходила в школу и говорила, ура, у меня пятерка. Она говорила, это не оценка. Должна быть только пятерка с плюсом. А тогда пятерка была самой главной. Больше не было, понимаешь? Это была самая большая оценка. Было до пяти баллов только. Ну, конечно, пять с плюсом. Это должен быть такой профессор, который вдруг пришло ему, эмоции у него на строю решила. А она приходила, что ты мне показываешь? Пятерка. Инна, всю жизнь у вас такой вирус. Да она так меня зарядила. Ну, а я Алекса заряжаю ежедневно. Что я так не люблю, когда человек пытается там сомневаться. Или еще что-то. Его первая реакция на какие-то вещи, он говорит, нет. Я говорю, не нет, а да. Всегда открыто чему-то новому. И все равно делаю по-своему. Ну, и, конечно, он через некоторое время соглашается. Правильно? Я говорю, да, ты была права, слушай. Ну, потому что я старше. Не знаешь, сколько лет у вас столько не живут. Моему, прям, если я много с этим не справляется. Да. С таким напором. Ты хотела бы еще что-то спросить, а то ты заскучала. Да не, я не заскучала. А вы письма писали оба? А ну, расскажите мне. Так, какие письма? Ну, какие-то с признаниями, с признаниями какие-то письма, такие, знаешь, вот что, вот. А, ну, было, было. Был такой косяк. Было, да? Да, и не раз. Мужчины, они и должны писать. Это давно было, но. Давно? Давно и не правда. В смысле, когда тебе было пять лет? Пару лет назад, где-то три-четыре года назад. И что? Пошли не раз было. Ты писал письма? Да. Ай, я в этом не знаю еще, я узнаю. А ты, когда писал письма? Про меня не знаешь. Серьезно? Ну, давай, рассказывай. Это ты зря сказал. Да, не подумал. Сейчас, это все я возьму под контроль, а как же. Тут все компрометируется, понимаешь, уже все, уже сказал, уже не денешься. Да, тебе все документировано, Алекс. И я тебе скажу, от меня ничего и никто не скроется. Я уже это давно понял. Я сегодня разговаривала с организаторами игры, они сказали, что ты один из лучших там. И более того, я разговаривала и даже пригласила их сюда, в Кишинев. Я сказала, что мы в Москву не можем поехать, а зато в Кишинев запросто они могут приехать. Зачем? Как, зачем? Мы пообщаемся с ними. Я сделаю интервью с ними в моей студии. Почему бы и нет? Мне интересно. А они, на самом деле, они написали такой статус. Ради такого человека, как Алекс, стоит жить и делать игры. Представляешь? Давно еще ты не знаешь об этом. Новости открываю я тебе, да? Ну, попрощайтесь, журналист Надежда Гамурарри. Попрощайтесь с Алексом. Договоритесь, когда вы еще встретитесь. Статус журналистом неоднокольстит. Тем более на камеру. Ну, так. Я же тоже умею делать ролики. Но я делаю не из мусора, а из настоящих людей. Вот. Видишь, разница? Чувствуешь? Личности гораздо... Ты красиво сделали комплименты. Да, да, да. Так это право шире. Нет, наоборот. Наоборот. Я сказала, что личности гораздо интереснее мусора. Значит, ты являешься личностью. А вы оба являетесь борцами и победителями. Алекс, а ну, помаши рукой, скажи. Ребят, вы что, давайте тоже вместе побеждать. Скажи давай. Можно потом? Ну, почему потом? Давай сейчас, у меня заканчивается. Быстро. Надя, быстро. Что быстро? Говори. Давайте вместе побеждать. Ну, или что-то подобное. Что ты хочешь, то я говорю. Ты же не попугай. Быстро остался на минуту. Одна секуда.